Жителям села Острадамовка подготовили большой подарок к Новому году. В сельском поселении Сурского района началось подключение частных домовладений к природному газу. Жили даже с надеждой, что газ все-таки проведут. Хотя уже никто не верил, но Александр Николаевич Казанцев каждый год нас ободрил, что газ у вас все-таки будет. Ну и вдруг вот газ нам провели, мы даже не ждали. Сергей Адамович закупил внутридомовое газовое оборудование, нанял бригаду и вызвал газовиков. Признается, смонтировали все очень быстро. Теперь мужчина платит за голубое топливо по счетчику и говорит, что этот способ оплаты более выгодный, чем закупка газа в баллонах. В своей очереди на подключение ждут 153 дома. 92 участка уже присоединены к газопроводу. Еще в 15 домах смонтировано внутридомовое газовое оборудование. В 2011 году в такую реальность было трудно поверить. Мы очень долго ждали этой минуты и наконец-то голубое топливо пришло в наше поселение. В настоящее время газифицировано 30% жилых домов. Многие, конечно, не верили, что это может случиться, но это пришло. Кроме Астродамовки, голубому топливу уже подключены ряд сел и деревень Сурского района. Среди них Выползово, Никитино, Чеботаевка и Лебедевка. Населенные пункты соединены между собой межпоселковым газопроводом, который был смонтирован в 2016-2017 годах. В 2017 году мы газифицировали село Лебедевку. В 2017 году газ пришел к нам в село Остродамовка. Всего построено в Остродамовке внутрипоселкового газопровода 21,5 километр. Расходы на эти цели более 22 миллионов рублей. Финансировалось это за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Сегодня в Сурском районе газифицировано 14 населенных пунктов, а уровень газификации составляет почти 40%. Работы еще много, но и эти цифры радуют, поскольку газ означает не только тепло в домах. Это еще и дополнительная возможность для развития промышленности. Ведь для инвесторов газифицированные села сегодня более привлекательны для вложения средств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова